Российской Федерации попросил слово для того, чтобы сделать ещё одно заявление. Прошу вас. Благодарю вас, господин председатель. Мне хотелось бы сделать несколько субстантивных ремарок, но в порядке предисловия мне хотелось бы вновь вернуться к сюжету о том, что произошло в Мариуполе и к тому, что Совет Безопасности был не в состоянии осудить эту трагедию, высказаться по этой трагедии, поскольку, ну, об этом говорили несколько коллег, но украинский коллега даже по его стандартам перегнул палку, мне кажется, в этом отношении, совершенно исказив суть позиции Российской Федерации. Во-первых, мы всегда осуждаем все атаки на гражданских лиц. Все атаки на гражданских лиц. И мы скорбим по всем гражданским жертвам. В отличие от Киева, где когда объявляют траур или скорбят по каким-то гражданским жертвам, тщательно выписывают по жертвам в каких регионах они скорбят. То есть то, что те люди сотнями, которые погибают от украинских снарядов и ракет, их совершенно не интересует. Вообще непонятно, они рассматривают до сих пор Донбасс как часть украинской территории или нет. Если нет, тогда так и скажите. Это во многом упростит дело. Повторяю, мы всегда осуждаем ситуации, когда гибнут невинные люди, и были готовы сделать это и в случае с Мариуполем. То, что этого не удалось сделать, это результат просто нечистоплотной дипломатии некоторых наших коллег. Метод, к которому они прибегали уже не раз в ходе украинского кризиса, когда вставляются формулировки, совершенно очевидно неприемлемые для одного из членов Совета безопасности. Вы хоть раз осудили всякие человеконенавистнические заявления, которые из Киева идут? Не разу. А почему бы прицепились к одному заявлению лидера ополченцев, и мы должны были сразу его осуждать? Если бы вы не цеплялись к этому заявлению, явно нечистоплотно действуя, то это осуждение того, что произошло в Мариуполе, было бы принято в течение нескольких минут, как было принято заявление, предложенное литовской делегацией по Болновахе, с которым мы сразу согласились. Второе. Мы всегда выступаем за тщательное и объективное расследование таких случаев. В данном случае не хочется, конечно, выносить на Совет безопасности работу наблюдателей ОБСЕ, но в данном случае мы считаем, что наблюдатели ОБСЕ вели себя неправильно. Подъехала группа во главе с американским членом наблюдательной миссии, бегло посмотрела на место трагедии и сразу же сделала публичное заявление. Это противоречит тем методам работы, которые являются согласованными и традиционными в ОБСЕ. Так что опять мы видим случай, когда трагические события явно используются в нечистоплотных политических целях. Теперь, переходя, может быть, к более существенной части нашей дискуссии, к сожалению, наше сегодняшнее заседание напоминает многие предыдущие, которые у нас были раньше, может быть, и с небольшой сменой акцентов. Сегодня некоторые коллеги много внимания уделили некоторым высказываниям лидеров самопровозглашённой Донецкой Народной Республики. Напомню, Донбасс несколько месяцев находится под обстрелом украинских ракет и артиллерии, поэтому вряд ли приходится ожидать от лидеров ополченцев умиротворяющих заявлений. По существу же на протяжении ряда месяцев ополченцы стремятся отодвинуть артиллерию и ракеты украинских сил на расстояние, с которого они не могли бы угрожать Донецку и Луганску. На это же направлены и минские документы. Это предопределяет важность их выполнения. Сегодня вновь звучали различные цифры, а надо бы посмотреть в корень проблемы. Надо понять, что означает применительно к востоку Украины тезис о том, что конфликт не имеет военного решения. Мы прямо говорили об этом в Совете Безопасности ещё на ранней стадии конфликта. Украинские танки не могут въехать на Донбасс. К сожалению, именно такая цель была поставлена известным мирным планом Порошенко, по сути требовавшим капитуляцию повстанцев. Это был прямой путь к эскалации, к катастрофе. Как это ни трагично, именно этот сценарий мы наблюдаем в прошедший период, который, к сожалению, подогревают некоторые члены Совета Безопасности. Некоторые члены Совета сегодня говорили, повстанцы и Россия должны сделать то-то и то-то, и тогда, мол, наступит политическое регулирование. Это совершенно неправильный подход. Серьёзные политические усилия должны быть предприняты прямо сейчас. Должен быть налажен прямой диалог между Киевом и Востоком. Необходимо прекратить играть в прятки с Конституцией, которая должна стать предметом всенародного обсуждения. Господин Фелтман сегодня упомянул, что президент Порошенко объявил о том, что согласован переход или возвращение к женевскому формату. Честно говоря, мне неизвестно, чтобы Россия согласилась с таким изменением формата, но, насколько мне известно, в Москве к вопросам формата относятся гибко. Мы готовы работать в любом формате, который имел бы шансы реально продвинуть дело в сторону регулирования. Но при этом хочу подчеркнуть, что все разговоры о том или ином формате не должны быть ещё одним предлогом от того, чтобы уходить от прямого диалога Киева с представителями регионов и, прежде всего, Востока. Благодарю вас, господин председатель. Я благодарю представителя Российской Федерации за его заявление. Представитель Украины просит слово для того, чтобы ещё раз выступить. Прошу вас. Благодарю вас, господин председатель. Моя страна была ещё раз упомянута. Украина всегда представляла факты и цифры, которые были подтверждены не только другими национальными компетентными органами, но также многочисленными независимыми наблюдателями и миссиями международных организаций на месте. У нас имеется также список вопросов о 16 батальонах, о других группировках. Пожалуйста, посмотрите на эти цифры. В прошлый раз в этом зале говорили о 9 тысячах российских военных, а сейчас говорят о 12 тысячах. 235 танков, 720 БТР, 263 артиллерийских системы. Будет намного проще нам получить какое-либо разъяснение с российской стороны, что они делают на суверененной территории России. Было бы намного проще для всех нас решить проблему, если бы они незамедлительно вывели бы это и другое присутствие на Украине, согласно с Минскими соглашениями. А вместо этого представитель Российской Федерации нам ничего не дал, только просто постоянно повторяет, как мантру. Перевороты в бандеру, фашистов, антисемитизм, притеснение прав русскоязычных, права населения Донбасса. Но даже ни разу не было выражено соболезнований жертвам, которые были убиты их наемниками в Мариуполе и волновать. Как можно говорить о том, что уничтожается русскоязычное население Донбасса, обстрелом Мезград? Я хочу еще раз призвать Российскую Федерацию не играть словами. Здесь не театр. У нас много доказательств вашей прямой и косвенной агрессии на Украине. Мы по-прежнему ограничены полного признания как агрессора, но это не может долго продолжаться. Нельзя поддерживать терроризм на Украине. Необходимо прекратить это и сделать то, что было согласовано в Минске. Спасибо. Я благодарю представителя Украины за его заявление. Представитель Российской Федерации просит слово. Прошу вас. Украинский коллега стал спорить даже с теми тезисами, которые я сегодня в ходе своих ремарок и выступления не озвучивал. Но хорошо, что они запали в его сознание. И он считает необходимым продолжать оспаривать совершенно неоспоримые вещи, связанные с бандеровцами и с прочими другими вещами. Но меня удивляет другое. Я хотел бы сказать другое. Я очень рад, что украинский коллега так хорошо усвоил английский язык, блестяще на нем говорит. Но я удивлен, что он забыл русский. Потому что я только что, только что объяснил суть проблемы, с которой сталкивается Восток. А вместо того, чтобы как бы воспринять суть проблемы и соответствующим образом выстраивать политическую линию, вот опять вся та же пропаганда. Это заслуживает большого сожаления. Благодарю вас. В списке больше не осталось ораторов. Совет безопасности завершает данный этап рассмотрения пункта на повестке дня. Заседание объявляется закрытым. Продолжение следует...